Приветствую вас, я поддержу своего коллегу в том, что он вам сказал, то есть он действительно говорит правильную вещь, но я хотел бы немножечко дополнить или расширить то, что он вам донёс. Понимаете в чём дело? Человек и не должен и не должен и не может говорить на все темы. Это невозможно. Вот. Человек говорит всегда на определённые какие-то темы, которые ему близки, интересные, которые его волнуют, которые вызывают у него определённые чувства. Ну вот. И эти темы человек пытается как-то реализовать по факту. То есть человек пытается эти темы как-то вот продвигать. И да, кому-то может быть это не нравится, да, ну какие-то темы не нравятся другим людям. Вот. Но в этом нет ничего аномального на самом деле, потому что совершенно естественно. Но вам нужно выбрать ряд тем, которые являются для вас интересными, актуальными, которые вызывают у вас вот это вот волнению. Понимаете? Вам нужно выбрать для себя ряд этих тем и в них стараться преуспевать. Причём стараться преуспевать не для других. Не для, например, девушек, которые вас интересуют. А скорее стараться преуспевать для себя, потому что это нравится и интересно вам, и именно вам, и только вам. Подумайте о том, что интересно вам, на какие темы интересно вам было бы поговорить и пообщаться. Просто вас что интересует? И вот эти темы и предлагайте в первую очередь для, ну, для людей. Если вы видите и чувствуете, что тема, которую вы предлагаете не интересна, что можно просто спрашивать, задавать вопросы людям. И это сыграет свою роль. Далее. У вас на лицо довольно сильная мотивация быть именно с девушками. И, конечно, очень важно понять, что за этим скрывается. То есть это либо сексуальное желание, тогда его нужно немножечко сбрасывать. Либо это что-то ещё, что-то другое. Но в любом случае, в любом случае, не должно быть сверх-сверх мотивации при взаимодействии с женским полом. Потому что это очень сильно мешает. То есть вы не можете общаться адекватно, если вы чересчур замотивированы в том, чтобы, ну, например, какой-то девочке понравиться. Допустим. И тут нужно для себя определить, а зачем я хочу понравиться девочке? Для чего? А если эта девочка, например, совсем не интересуется тем, чем интересуюсь я, то мне будет с ней скучно, наверное. И тогда волей-неволей мы приходим к тому, что вам нужно подбирать свои интересы, да, и общаться с людьми именно в контексте своих интересов. То есть не подстраиваться под людей, а чтобы находить собеседников своих, разговаривающих на определенные темы. Чтобы вы могли сблизиться и уже сблизившись с ними вести разговоры на другие темы. Места соответствующие, где собираются такие люди. Да? Дальше. Совершенно очевидно, что вы не принимаете себя и опасаетесь эмоциональной близости. Эмоциональной близости вы опасаетесь, потому что вы очень много думаете о том, что говорите. А то на самом деле думать не нужно. Вот что хочется, то и нужно говорить. Но вы очень много размышляете на тему того, наверное, что о вас подумают, как это воспримет другой человек. Вы никогда этого не сможете предугадать. Это невозможно. Все, что вы можете, это говорить то, что вам кажется важным, то, что вам кажется интересным, то, что вам кажется правильным. И не принимать реакцию другому человека на это на свой счет. Потому что человек может реагировать как угодно, но он реагирует так, потому что у него есть свои интересы. То есть вам нужно позволить себе быть собой, а другим людям быть другими. И все. Понимаете? И тогда у вас все будет гораздо более спокойнее, гораздо более свободнее и гораздо более продуктивнее. Но для этого нужно принять себя. Потому что если вы себя не принимаете, то вы, соответственно, не можете принять и другого человека. А принять себя вам определенно что-то мешает. Или, скорее всего, кто-то. Вот что? Скорее. Что скорее? Кто-то вам мешает принять себя. Какой-то запрет, скорее всего. Понимаете? Вот. И совершенно очевидно, что в этом нет ничего хорошего для вас. Поэтому, с одной стороны, действуйте вот в таком контексте, в контексте когнитивном. С другой стороны, действуйте в контексте более подсознательном и работайте над запретами. То есть, ну, понятно, что сами вы сделать этого, может быть, не сможете. Но с психологом вы с этим разберетесь и увидите, как вообще стала возможной такая ситуация, что вы себя вот так не цените, да, что вы себя вот так вот не принимаете, что вы себя как-то вот так вообще зажимаете очень сильно, да. И только вся именно в том, зачем, с какой целью вы это, собственно, делаете. Вот. Понимаете? Какая история. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.